Человек очень часто, если не хочет общаться с другим человеком, он ставит блоки. Это блоки руками. Активнее будет общаться с тем человеком, который находится в открытой позе, жестикулирует. Возможно, его будут лучше понимать, нежели человек, который очень сильно сжат, как я сейчас, например. Когда человек стоит вот так, то он довольно замкнутый или его что-то смущает. По-другому мне сидеть не очень удобно, все равно вот поза закрытая. Доброе утро! Вчера мы с вами обсуждали степень влияния языка телодвижения на наше восприятие и разобрали один из простых сигналов – положение наших ладоней. Сегодня я хочу поговорить об еще одном важном сигнале – закрытой позе. Мне так удобно. Вполне возможно, но наш мозг так не думает. Закрытая поза всегда результат пусть неосознанной, но неуверенности в себе, страха или сомнений. В случае важных переговоров или встречи просто задумайтесь, что мне важнее – сохранить телесный комфорт или настроиться на собеседника. Рассмотрим на примере. Представьте, что вы знакомитесь с вашей новой коллегой. Меня зовут Мария, я учусь в спецпобоговной лингвистике, изучаю норвежский язык, еще и люблю очень петь. Убери руки, выставь немножко ногу вперед ведущую и рассказывай с открытой мелодой. Привет, меня зовут Мария, я учусь в спецпобоговной лингвистике, изучаю норвежский язык и я очень люблю петь. Отлично, спасибо большое. Поаплодирую, Мария. Так какая из двух совершенно разных Марий вам понравилась больше? Мне понравился больше второй вариант презентации, потому что при первом я испытывала какую-то сложность восприятия, а на второй мне казалось оптимистично и комфортно слушать. Мне тоже больше понравился второй вариант, потому что в первом случае Маша говорила как будто бы через барьер, как-то толкая свою речь, а в втором случае такая была открытая, жизнерадостная, приятная служительная. Однако барьеры мы ставим не только для окружающих, но и для самого себя. В данной области находятся жизненно важные органы. Это сердце и лёгкие. Поэтому, когда мы становимся в закрытую позу, мы как бы закрываем свои органы, демонстрируя окружающим, что мы испытываем опасность. Также, давая сигнал своему подсознанию, что нам страшно, мы начинаем фильтровать любую информацию через барьер, а безопасно ли это. И поэтому усваивать какую-либо информацию сложно. Тяжело воспринимать вас. Но когда и вы слушаете что-то через закрытые барьеры, вам тоже тяжело воспринимать информацию. Заставляйте себя менять позу. Возьмут на работу, девушка даст свой номер телефона, а консул одобрит сложно получаемую визу. Или всё-таки сидеть нога на ногу со скрещенными руками удобнее.